всем привет это наш подкаст о жизни и о всяком разном меня зовут альмира а рядом со мной мой дедушка и по совместительству автор и музыкант ваших любимых каверов дедушка в прошлом подкасте ты рассказал про все кроме своего отца расскажи о нем пожалуйста ну да да со мной так часто бывает упускаю из вида главную тему поэтому постараюсь сейчас исправить это дело но вот слушай первое что я вспоминаю это как он брился на кухне и когда он наносил мыльную пену на лицо он был очень смешной но просто я не знаю я не могу даже описать насколько это было смешно ну нравилось мне это очень я громко смеялся в тот момент и сидел я справа от него за столом а он неожиданно меня пугал делал какие-то чудные страшные гримасы и я от этого еще больше смеялся ну просто заливался смехом все это я вспоминаю пожалуй до мельчайших подробностей и как он точил опасную бритву на кожаном ремне знаешь опасная бритва это как складной ножик ну только с очень острым лезвием сейчас так уже мужчины не бреются а как они бреются но сейчас безопасные лезвия продаются или электробритвой бреются но самое главное когда он начинал бриться у меня захватывало дух и мне становилось как-то страшновато как бы отец не порезался но как ни странно он после бритья наливал себе в ладонь зеленый одеколон и выливал на свое лицо на свои щеки и этот запах мне очень тогда нравился запах тройного одеколона сейчас такой и даже не продается нигде но самое главное я вспоминаю очень важную вещь вот перед тем как я пошел в первый класс школы отец меня точно также обрил наголо вот тут уж я потеял это было но это 55 году было первый класс я пошел тогда в сентябре а что ты еще помнишь об отце но помню как он тренировал взвод солдат на полосе препятствий а что такое полоса препятствий ну это вначале идет такая колючая проволока натянутая таким образом что нужно под ней проползти метров 10 если поднимешь голову можно зацепиться за нее и даже поранится затем там такое бревно на высоте по которому надо пробежать и не упасть и затем там насколько я помню такой деревянный щит высотой так где-то ну выше человеческого роста через который надо перелезть но в начале там они подтягивались я помню потом ногу закидываешь так и через него вот переваливаешься вот это примерно и может я что-то еще забыл не помню но вот это и есть полоса препятствий ну и отец вот разбивал этот взвод на пары и смотрел на свои часы а солдаты ползли под этой проволокой я даже помню выражение их лиц но не помню эти лица вот выражение помню и никто не поранился но это я не помню помню только что когда солдаты ушли в казарму вместе с отцом мой старший брат с дружком с соседом нашим юркой букиным тоже начали брать эту полосу препятствий но было им наверно лет по десять тогда вообще-то я очень многое помню из детства и мне даже доставляет удовольствие какое-то делиться с тобой этими воспоминаниями откуда ты так хорошо все помнишь а ты знаешь а ведь когда я ведь когда был молодым еще совсем а детстве не вспоминал и даже тогда не помнил то о чем сейчас тебе рассказываю просто видимо так мозг у человека устроен с возрастом он все чаще и чаще начинает обращаться к детству это такая ностальгия по прошлому ну а на самом деле это хорошая тренировка памяти ты-то хорошо например помнишь как ты участвовала в соревнованиях под художественной гимнастике а я имею ввиду помнишь ли ты все до мельчайших подробностей я помню это было февральское солнечное утро я проснулась отделась и мы с мамой сели в такси я помню такси было белого цвета и оно сияло от солнца ехали мы около получаса мы приехали и вижу большое четырехэтажное здание я спрашиваю мамы мы правильно приехали мама закивала и мы пошли внутрь мы заходим и я вижу как юная гимнастка стоит перед началом ковра и боится начать выступление все в шоке я прохожу мимо нее и иду в раздевалку а когда я вышла из раздевалки она переборола свой страх и выступила спустя 40 минут потом на ковер вызывают меня у меня застучало сердце и я выхожу на ковер в тот момент мне было страшно и радостно вместе я выступила красиво и с улыбкой как мне сказал тренер наступает этап награждения все гимнастки выходят на ковер начинают награждать меня и еще несколько девочек всех наградили и остается только первое место и я когда меня вызывают на первое место я заплакала от счастья ура я была на первом месте и в тот момент я была очень 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 счастлива ну хорошо вот это и есть очень полезный тренинг головного мозга и кстати если ты будешь глубже копаться в памяти тебе захочется заняться физкультурой я это уже на себе много раз проверил но вот как это работает я не знаю на самом деле но точно сам для себя я такое открытие сделал отлично дедушка я тоже попробую а потом проверим вместе я знаю ты у нас фантазер великий и твои методы надо проверять хорошо вот и проверим вместе через месяц-другой хорошо давайте пока на этом закончим вы можете подписаться на наши инстаграмы ссылки все будут в описании если хотите поддержать нашу программу то тоже все ссылочки будут в описании ставьте лайки подписывайтесь на канал это было все и всем пока-пока